Категорически приветствую всех любителей пошаговых игр и Sid Meier's Civilization 6 в частности. Вчера свершилось небывалое, вышел очередной патч, мы их получаем раз в три месяца похоже. И это видео посвящено разбору того, что этот патч вносит. Кроме того, появилась новая нация, Nubia, бесплатно для тех, кто купил Deluxe версию и платно для всех остальных. По поводу этой нации я скажу в конце видео. Теперь же к патчу. Очереди строительства так и не появилось, но в принципе патч не так уж и плох. Довольно много значимых изменений вносит и делает игру все-таки удобнее наконец-то. Во-первых, аллилуйя, появилась кнопка рестарта в начале партии и возможность сохранять настройки карты. Боже, ну это, опять же, настолько банальные вещи, которые должны были быть еще в начале. То есть, если вы начали играть, вам не нравится ваше место, вам не надо выходить, ничего делать, просто нажимаете начать сначала в русской версии. В английской будет рестарт, кнопка называться, и у вас другая карта генерируется. А сохранение настроек карты будет удобно для сетевых баталий, чтобы заново не выставлять все настройки. Серьезно поработали над балансом. Во-первых, это важно, уменьшили стоимость строительства районов. Это так общее, но на самом деле там немножко посложнее сделали. Уменьшена стоимость строительства для тех районов, которых у вас меньше в среднем, чем у всех остальных игроков. То есть, там от 25 до 40%, а значит вам не надо так уж сильно спешить со строительством районов. Напоминаю, что увеличение их стоимости с новыми технологиями, с новыми цивиками осталось. Поэтому, в принципе, пускай у вас будет много технологий, но стоимость этих районов будет все меньше и меньше за счет того, что другие будут эти районы строить. К тому же, конкретно уменьшена стоимость акведуков и канализации. Хотя мне все равно кажется, что вряд ли их начнут много строить, тем не менее. А также, в принципе, просто на 10% уменьшена стоимость всех районов. Еще на 10%. Но, при этом, увеличена стоимость строений в районах, зданий. То бишь, районы становятся дешевле в строительстве, а здания дороже. При этом, вот обратите внимание, в русском почноуте не совсем правильно перейдено. На них написано, в русском почноуте, что на 50% увеличена стоимость строительства поселенцев. Это не так. На самом деле, на 50% увеличена прибавка к стоимости строительства поселенцев. Напомню, шестой цивилизации каждый новый поселенец стоит в производстве дороже. Ну, и в деньгах, соответственно, тоже. Так вот, эта прибавка к каждому новому поселенцу на 50% увеличена, а не стоимость самого всего целого поселенца. Есть разница, согласитесь. С другой стороны, уменьшена стоимость шпионов на 25%. Кстати, вот я все время забывал сказать, что шпионы довольно дорого стоили в производстве, и поэтому их не всегда все строили. Теперь это неплохое вложение денег и производства. Тем более, что потом эти шпионы могут вам и деньги вернуть, и науку дать. К тому же, заодно тут отмечу, это, правда, изменение цивилизации, но в данном случае к шпионам относятся. Франция получает теперь бесплатного шпиона при открытии замков. То есть, раньше как было? У Франции просто был дополнительный шпион, и надо было его построить, когда они замок открывали. Теперь они его бесплатно получат. Кроме того, все шпионы Франции сразу с одним уровнем будут появляться. Так что, Францию, по-моему, очень неплохо усилили. И правильно к тому же усилили. Далее, висячие сады, кроме того, что добавляют процент к росту городов, так еще и будут давать два жилья в том городе, где построили. Стены теперь дают туризм и не требуют содержания. Это, по-моему, важное изменение. Так что, для тех, кто играет через туризм, и вообще, в принципе, стены будут иметь смысл строить. Их бы еще немножко подешевле сделать. Аллилуйя, важное теперь изменение, точнее, исправление бага. Осадные башни и тараны наконец-то не будут атаковать города с городской защитой. А то приходилось это обговаривать в сетевых играх. Слава тебе, Господи. Более того, они теперь в дальнейшем апгрейдятся в медиков. Так что один из важнейших багов шестой цивы исправлен. Увеличена стоимость лучников на 10. Я вот играл, кстати, если вы не видели, то я два стрима уже провел за Нубию, когда патч вышел. Можете перейти их посмотреть. Ссылка в описании, либо в верхнем правом углу. Так вот, я играл и обратил внимание, что прачники дорого стоили при апгрейде в уникальные лучники Нубии. Аж 40 монет. Но я решил, что это уникальные лучники. Они, естественно, там больше в производстве стоят. Но и обычные лучники увеличены в производстве на 10. Так что теперь апгрейд прачников в лучников тоже, по идее, будет стоить дороже. А не 10 монет, как раньше. При этом, слава богу, усилили конных лучников Марьяну. Египетский уникальный юнит. Потому что его мало кто строил из-за его дороговизны. Теперь он на 20 производства требует меньше. Но при этом сила и атака увеличены на 2. Так что теперь хороший уникальный юнит получается. Важное изменение баланса, которое мне не очень нравится. Городские укрепления перенесены из цивика строительная инженерия в науку стали варенья. Объясню, кто не в курсе. Когда в городе строишь стену, то у города дополнительные хитпоинты появляются. Но при открытии строительной инженерии раньше, стены как бы появлялись сразу у всех городов. То есть городские укрепления сразу у всех городов. И это была одной из главных причин вкладываться в культуру, чтобы быстрее выйти в эту строительную инженерию. Перенос городских укреплений в стали варенья снижает опять роль культуры и повышает роль науки. Хотя у нас на науку и так большинство людей идет, потому что там все юниты, все ресурсы, то есть в общем-то вся война именно в науке. Возможно разработчики считали, что слишком рано строительная инженерия открывается. Так перенесли бы в какой-нибудь следующий цивик чуть подальше. Но перенос стали варенья я считаю неверен. Изменения с нациями. Про Францию я вам рассказал. В Норвегии их уникальное здание Ставкирка теперь дает плюс одно производство от всех прибрежных ресурсов в городе береговых. У Испании их уникальная способность за торговлю между континентами дает не плюс четыре, а плюс шесть золота. А уникальное улучшение миссии дает не одну науку, а два. Две науки, если рядом с кампусом. У Скифии лечение уменьшено с 50 до 30. Конго теперь дает на 50 больше процентов очков великих людей вместо двойного выхлопа, как раньше. Что, кстати, правильно. Слишком круто Конго получало великих людей. В Греции греки за строительство Акрополя теперь еще будут посла получать. Каждый Акрополь дает посла грекам. Ну и про Францию я уже сказал. Улучшили генерацию карты. Недостаточно, конечно, но хоть что-то. Во-первых, теперь алюминий появляется не только в пустыне, но и на равнинах. Больше увеличена генерация озер, что, кстати, правильно. Вот я сейчас играл за Нубию. Действительно, приличное количество озер. И благодаря этому на этих озерах можно города с жильем ставить, а не только на реках. Вроде как улучшена генерация стратегических и бонусных ресурсов на море. И исправлена генерация рек на карте Внутреннее море. С другой стороны, вот опять же, я делал стрим сейчас на карте Внутреннее море. У меня такое ощущение, что у всех наций какие-то одинаковые ресурсы. Прям даже меняться не с кем. И их не так уж и много. Демография не появилась. Но, вы знаете, я вот сейчас уже начинаю задумываться, а нужна ли действительно демография. Меня вполне устраивает та информация, которая в окне победы дается. Там сколько у кого науки, сколько у кого культуры. Зато появилось всяких удобных вещей. Например, при игре против компьютера, когда ты с ним в диалогах общаешься, больше информации, почему они не хотят на то или другое соглашаться, показывает восклицательным знаком, какое предложение их не устраивает. Если его убрать, тогда они согласятся. Какие условия там по объявлению войны. То есть больше полезной информации действительно появилось. Наконец-то, в очередной раз, аллилуйя, законченный торговый маршрут можно пустить по тому же маршруту. То есть нам показано, куда этот караван бегал в прошлый раз, и можно его отправить опять снова туда же. Обалдеть просто. Всего-то почти год прошел. В докладах теперь показывают и шедевры, и бонусы от районов, и вообще информация о районах появилась. Компьютерные соперники стали чаще предлагать торговлю шедеврами. Появилось вот справа, там где выплывают всякие уведомления, появилось уведомление о том, что город может атаковать соперника. Прям не может быть. То есть раньше надо было искать город и смотреть, есть ли у него эта иконка. Теперь вот уведомления справа появились. Обалдеть. Собственно, как и уведомления о том, что та или иная теха или цивик получили ускорение. Тоже справа теперь высвечивается. Большое количество улучшений искусственного интеллекта. Ну, по ощущениям все равно он туповат. Я, правда, не доиграл еще свою игру на уровне божество. Там у меня араб по науке просто очень далеко улетает. Но это и обычное дело, на самом деле. Они постоянно так делают, компьютерные игроки. Не факт, что он еще победит. Так я, в принципе, две нации уже вынес. Еще с третьей воюю тоже, ее побеждаю. Но по ощущениям как-то они поинтереснее стали действовать. И юниты по-другому двигают. И выбирают лучшую цель для атаки. И апгрейдят уже, наконец, как-то юниты. В общем, из основных изменений, пожалуй, все. Неплохо они уже так взялись за баланс. Видите, начали изменять стоимость строительства районов, юнитов. То есть, как-то менять влияние на игру. Правда, если следующий патч теперь только в октябре ждать, то все равно это мало, мало изменений. Теперь же по поводу нации Нубии. Знаете, у меня такое ощущение, что власть в Фераксис захватили маркетологи. И просто заставляют разработчиков делать не то, что интересно, а то, что принесет больше денег. Объясняю ситуацию. Вот эта новая нация стоит 3 доллара. 3 доллара. Нехило так, согласитесь. Ну или 209 рублей. Все равно много. За всего лишь одну нацию, ну и там сценарий. Блин, я не считаю, что сценарий это какая-то огромная работа. Как больше людей заставить ее купить? А сделать просто убернацию, посмотрев на свойства которой, человек будет считать, что он, играя за нее, будет всех нагибать. Ну, особенно компьютер. Вот смотрите, у Нубии плюс 50% к строительству стреляющих юнитов. Просто сразу, без всякой карточки. То есть, если они ставят еще и карточку на плюс 50%, они просто в два раза быстрее их строят. Мало этого, у них в начале, их уникальный юнит, стреляющий, он уже очень силен. Он на три клетки ходит. Имеет плюс 5 к силе стрельбы и плюс 2 к защите. В то время, когда он появляется, это очень сильный юнит сам по себе. Кроме того, у Нубии на 20% снижена стоимость районов и на 40% снижена, если они строятся рядом с уникальным улучшением Нубии, вот этой нумибийской пирамидой. Да, пирамида строится только в пустыне. Да, сама нация может частенько появляться в пустыне. Но, по моим ощущениям, вот играя за нее, это не особо мешает. То есть, у бедной Японии всего для двух районов снижена стоимость строительства, но у всех остальных наций с уникальными районами тоже снижена стоимость строительства. А тут для всех районов у этой нации на 20-40% снижена. То есть, они очень быстро районы будут строить. А это очень неплохой буст к развитию, к получению великих людей и так далее. И вот получается, человек смотрит на эти характеристики, и ему хочется купить эту убернацию. Собственно, так же было и с Австралией, блин, и с Персией. Они реально очень сильные. И в сетевой игре, что в Австралии, что я уверен, Нубия будет автоматом баниться. Нету баланса просто. Потому что сосед Нубии, ну, процентов 95 вот этими лучниками будет сметен. Причем, нумибийцу даже генерал не требуется. У него просто сразу лучники плюс 5 имеют. И бегают на 3 клетки. Как, блин, как какие-то кони практически. Это не дело. Скорее всего, делается это именно для того, чтобы выманить из людей деньги, чтобы они эти нации покупали. Ну и у меня теплится только надежда, что когда-нибудь, когда Фераксис на всем этом заработает кучу бабла, они просто эти убернации будут править патчами. Собственно, так было с некоторыми нациями в пятой цивилизации. Но вообще, конечно, грустная такая ситуация. Это чисто зарабатывание денег, причем уже в количестве миллиона шестисот тысяч экземпляров продано, что очень-очень неплохо. А плюс еще вот эти все дополнительные нации. То есть денег много, как я понимаю, для 2K не бывает. 2K это издатель. Так что, видимо, следующие нации тоже будут Uber. И вам придется их покупать, если хотите нагибать несчастного компьютера. Проблема только в том, что на божестве компьютер нагибается вообще всеми нациями. Кстати, ради интереса проверил статистику. В шестой циве ачивку за победу на божестве получили уже 4,8% всех игроков. В пятой циве за столько лет только 2%. Почувствуйте разницу. При том, что, кстати, в пятой циве есть чит, как эту ачивку получить. Так что, вот так. Надеюсь, вам мой обзор был полезен. Но будем продолжать играть. Тем не менее, с каждым патчем игра становится интереснее. Всем спасибо, что досмотрели до конца. Не забудьте поставить лайк и поделиться этим видео. Ну, а слышали вы Лешу Халецкого. Играйте в умные игры.